Привет, друзья! Я неоднократно сталкивался в юридической практике с ситуацией, когда директора выдавали сотрудникам премии и потом требовали вернуть часть или всю премию обратно директору для нужд предприятия. Либо директора просили сотрудников купить что-то для предприятия и передать это предприятию. Могу вам рассказать несколько судебных дел. Их номера вы можете видеть на экране, а ссылки на решение судов можете посмотреть в описании и комментарии к этому видео. Первый пример. В республике Башкортостан директор школы Ахмедшин выдавал премии учителям и требовал вернуть эти деньги обратно. Для нужд школы. На ремонт классов, на покупку новых штор, на покупку лампочек, на ремонт школьного автобуса. Деньги учителя переводили на карту директора, а также передавали ему налички. Потерпевшими были признаны 7 учителей, все они дали показания против директора. В своих показаниях они подтвердили, что деньги действительно тратились на нужды школы. Но директор был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ. Второй пример. Заместитель директора школы по административно-хозяйственной деятельности Кривогуз из города Самара была признана виновной за то, что ее сотрудница после получения премии вернула ее обратно, якобы для нужд школы. Кривогуз была осуждена условно на один год по части 3 статьи 159 УК РФ. И таких примеров огромное количество. Перерассмотрение всех дел не имеет никакого значения, куда потом тратились эти деньги. На нужды школы, на покупку нового баяна для Дворца культуры, на покупку штор для детского театра. В 100% случаев руководитель, который требует от сотрудников принести деньги обратно, признается виновным и наказывается. Если вы будете доказывать в суде, что действовали с благими намериями, так как из бюджета вы денег не получаете, то это не будет иметь никакого значения вообще. Для следствия задача доказать вашу виновность будет еще проще, если вы будете получать деньги переводами на карточку. А если вы считаете, что у вас хорошие отношения с вашими коллегами, и они не обратятся в полицию, то зря. Всегда можно с кем-то поссориться, и он вам отомстит. Поэтому запомните, никогда так не делайте. Продолжение следует...